Мы читаем книгу труды Баласулама, страница 385, статья «Дарование Торы». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Ну хорошо, это особая статья из тех самых статей, которые Баласулам написал. В особенности не для изучающих каббалов, а для тех людей, которые тоже должны достичь исправлений и немножко познакомиться с наукой каббала, насколько им это необходимо. Насколько они могут, скажем, даже выдержать это, потому что приближается издали. И в особенности он очень хорошо знал население, которое тогда жило в 30-е и 40-е годы, которые все были выпускниками религиозных учебных заведений, знали эту классическую ортодоксальную культуру. Ну, в любом случае, давайте научимся также, возьмем в расчет, что и стиль этот не является современным, конечно, и ведь он считался с теми людьми, для которых он писал. С одной стороны, у них было стремление быть свободными, открытыми для всех, не имеющими отношения к ортодоксальному иудаизму, с одной стороны. С другой стороны, в любом случае, они все-таки получили там такое соответствующее воспитание и хорошо были знакомы с этой культурой. И пока еще было непонятно, как можно было говорить о Торе другим языком, чем тот, который они изучали, ведь они-то с детства к этому уже привыкли. Поэтому необходимо понять, что то, как он это писал, он тоже соблюдал при этом стиль Торы и все прочее. Если бы он хотел написать для людей полностью свободных, без всякой культуры и связи с Торой, даже в своем прошлом, он бы, конечно, написал иначе. Так же, как мы видим, скажем, наука Каббала и философия. Это цель религии, суть религии, цель все-таки, такие статьи, где он там немножко больше выходит за рамки. А здесь он все-таки, так же и заголовок, где Раваня Тора обязывает его находиться в рамках и использует здесь особые слова. Что я хотел этим сказать, что если мы в любом случае собираемся распространять эти статьи, зависит, что именно мы распространяем. Если это оригинальный текст, мы, конечно, должны оставлять и не изменять ничего в них, кроме, скажем, таких полностью ошибок, связанных с печатью. Но если мы не собираемся распространять это в качестве оригинального текста, то мы просто обязаны каким-то образом сделать его более близким, чтобы он бы не отталкивал современного свободного читателя. Возлюби ближнего, как самого себя. Это главный общий закон Торы. Сказанное мудрецами требует разъяснения, так как слово «общий» указывает на сумму частностей, которые все вместе и составляют это общее. Таким образом, когда он говорит о заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя», которая является главным, общим законом Торы, мы должны понять, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее составляющими, не больше и не меньше, как сумма частностей, составляющих одну эту заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» и обусловленных ею. Это может быть справедливо в отношении заповедей между человеком и окружающими. Но как же эта заповедь, эта одна заповедь, может содержать и включать в себя все заповеди, определяющие отношения между человеком и Творцом, являющимися основными в Торе, и определяющими ее суть и смысл? Если есть вопросы, согласно тому, что мы читаем, только эти, можно их сразу задавать? А пока что я вижу, что нет, да? Пожалуйста. 1612, заповеди, это не очень понятно. Если попытаться перефразировать на работу в группе, если все собрания, всех действий, которые мы делаем в нашем объединении, можно ли так? Что такое 612 заповедей для нас? Нет, 612 заповедей, есть, в общем-то, 613 заповедей, что называется, 613 действий по исправлению. Исправление, оно падает на желание, если намерение ради себя, необходимо изменить намерение на намерение ради отдачи, это называется исполнением заповедей. Поскольку у нас есть 613 получающих желаний внутри того кли, который называется душа, нашама, внутри кли, называющегося душой нашама, у нас есть гальтэйна, то есть 248 желаний. Кроме этого у нас есть еще и ахаб, что означает 365 желаний. Поэтому исправление их, исправлением называется, что у них было намерение ради себя, и необходимо исправить его на намерение отдавать. Это означает исправление. Извините. Это означает исправление. Или же заповедь. Ради себя это называется злое начало, а ради отдачи называется добрым началом. желание остается, а хорошее, но или плохое, это уже зависит от намерения. Оно изменяется. Поэтому что такое заповедь, исправление? Это замена намерения на намерение, с намерением ради себя. Это вот я, с намерением ради себя, и это называется злое начало. А если это направлено на ближнего, ради ближнего, это уже называется добрым началом. Есть ртов. Это все. Поэтому что, в общем-то, необходимо сделать? Необходимо исправить 248 и 365. В общем, это 613. Но можно... 613. Но говорится об исправлении 612. Да? И вот эта одна оставшаяся заповедь о любви, она является проблематичной. Говорят, что ее можно исправить. Если ты исправишь 612, то ты приходишь к любви. Так говорят, я не знаю. Я не дошел. Ну, когда дойдем, тогда почувствуем. Пока что поверим ему, что это так. Да. Прежде всего, на этом чертеже, где группа, и где те действия, которые я делаю в группе? Это уже нечто иное. Ты еще этого не спрашивал? Ну, хорошо. Несмотря на то, что я не думал. Ну, здесь на чертеже этого нет. Ну, мы сделаем. У нас есть, кроме этого, во всей этой системе... Группа. Часть желаний, когда и в этой части, конечно, тоже включены все остальные желания, и вообще вся система, но это является частью. И в этой части, эта часть, она называется группой. Это является группой. И в этом кругу, где сейчас действие Лолишма, и где действие Лишма для исправления? Нет такого, где в кругу. Если ты берешь какое-то желание из 613, оно изначально неисправлено, ты ведь не знаешь этого, и должен определить его. Ты вообще не находишься в этом игуле, в этом круге. Там говорится о желаниях, которые присутствуют между человеком. Это вот так, вот эти вот желания между человеком и его товарищем. И когда приходит между человеком и Творцом, вот так. Ну, так ты пока что не находишься. А вот в тот момент, когда ты начнешь работать с группой, с товарищами, в том, что ты желаешь с ними соединиться, и ты действительно войдешь в действие по объединению, и ты начнешь раскрывать тогда, что в тебе есть в своей природе. Не знаю. Сто процентов того, что этому сопротивляется. Сто процентов. Не немножко здесь и там. Ты не с самого начала, но в конце концов ты приходишь к этому, что вот этого, что я не способен, я не могу, я не желаю. Просто все, вот и все. И тогда это называется злое начало. То, что ты желаешь объединиться, вот это мешает тебе. Поэтому ты его называешь врагом, ненавистником. И тогда ты требуешь исправления от товарищей, от родственников, от далеких, неважно от кого. Ты выясняешь, где же это исправление возможно. То есть, как я его совершаю, как я могу преодолеть это. А ты смотришь на других, и они тоже кажутся, что они более успешные, чем ты. И пока ты не приходишь к необходимости обратиться к Творцу. Это не сразу ведь происходит. Это вот сейчас ты можешь кричать. Сказать, что ты хочешь этого. Когда желание усиливается, ты... И к тебе приходит мысль обратиться к Творцу. Ты его ненавидишь, ты готов просто сжечь его. Только не обращаться бы к нему. Хотел бы, чтобы это желание существовало. Ну, скажем, вместо... Вместо того, чтобы убить ненавистника, ты должен помочь ему и возлюбить его. Это очень тяжело. Ну, так тебе это кажется. И тогда уже от отсутствия выбора ты обращаешься к Творцу. Это отсутствие выбора, то есть ты хочешь все-таки прийти к отдаче. Да. Ну, предположим, я сейчас работаю с определенным желанием, которое в этом синем кругу, но я там не нахожусь. Я делаю действия только Лолешма. Значит, Лолешма, если ты не находишься внутри, какие действия Лолешма ты совершаешь? Ну, я хочу там находиться, хотя пока делаю ради себя. Ну, так же и действия Лолешма, ты тоже в них находишься внутри. Хочешь приблизиться и всех возлюбить, потому что ты хочешь вместе с ними или же над ними прийти к любви к Творцу. Это называется Лолешма. Потому что из-за этого у тебя будет нечто хорошее, ты придешь к цели, исправишь себя. Это означает Лолешма, не ради Творца. Лолешма, разница лишь в том, что ты хочешь здесь и для себя какой-то выигрыш немножко, какую-то выгоду, и все. А все остальное на сто процентов нормально. Я с ними полностью нахожусь всем сердцем и душой, хочу объединиться со всеми. И не чувствую, что нет никакой разницы между нами всеми, как единое плоти, кровь. Вообще нет между нами никакой разницы. Я чувствую их вот так просто. Не то, что нет никаких заборов. Просто как один кусок мяса. Не знаю, как это выразить. У меня нет слов для этого. Но что? От этого мы сможем, из этого мы сможем заработать. Немножко. То есть остается у меня еще немножко какая-то мысль об этом. Это называется Лолешма. Лолешма, это очень высокая вещь. Лолешма, ты полностью всю систему уже организовал. Отношения с Творцом у тебя на сто процентов нормальные. Только немножко вот в каком-то виде я чувствую, что у меня, что мне от этого будет лучше. Это уже состояние Лолешма. Можно ли сказать, что в таком состоянии я уже знаком с системой? Ты ведь находишься в ней. Что значит знаешь? Нет, не то, что ты не знаешь ее в виде полной отдачи. Ведь ты не находишься за Махсомом, скажем. Но у тебя есть такое внутреннее ощущение, что ты находишься в связи с товарищами. По сути, выстраивается некая внутренняя картина. Я просто неправильно пока пользуюсь. Нет намерения, как вы сказали. Это состояние Египта? Нет, это намерение от тебя не зависит. Не зависит оно от тебя. Называется ли это состояние Египет, Митсраем? Когда строим эти бедные города. Или Египет, или же выход из него. Так желание, которое выясняется мне, как Нахшон, перед первым прыжком, это переход из Лолешма в Лешма, как бы с секунда до этого? Ну, нет, не очень. Это еще нет. Это еще пока что изгнание. Ну, вот так это. Все ты думаешь, изгнание это Египет, Галут. Это как бы ничего не значит. Все уровни святости, они очень простые, быстрые. То есть, постичь духовно это проблема, а проходить там по ступеням, перед тобой есть уже более или менее ясный путь. Ну, хорошо. Да, Лер. Нет, вот хотел, он тоже хотел. Дайте ему. Должны ли мы переписать эту статью для 99%? Как можно объяснить исправление между человеком и Творцом, не упоминая Творца? Подобление по свойствам с природой. Это то же самое. Нет никакой разницы. Просто ты называешь его Творец, а они называют его природой. Он нам это объясняет в статье «Мир». Что нет никакой разницы, как это называть. Ведь Творец это тоже закон. Закон, который дан, и его невозможно приступить. Мы говорим лишь только о законах. Его желанием является насладить Творение. То есть, закон, который, согласно которому, он наслаждает Творение. А кто он такой, мы не знаем. Мы знаем явление, которое из него исходит. Потому что мы тоже являемся явлением. Да, Лер. В таком состоянии, в котором находятся сыновья Исраиля до перехода Последнего моря, что означает, что перед ними море с высокими волнами? Ну, ребята, вы, ваши фантазии... Ну, вы вчера говорили об этом на семинаре. Сейчас это не семинар, а статья Дровани Тор. Я сожалею. Вы немножко сдерживаете себя. Это хорошо. Кто там еще есть? Даниэль Сталина спрашивает. Почему именно 613 заповедей? Ну, это расчет на 613 заповедей. Я ему покажу. Я принесу вам. Хорошо. Это не проблема. Это тоже количество сферот. Ведь 10, но есть расчеты разные. Второе сокращение, да. Эдди из Петахтыха спрашивает, как отношения между человеком и ближним могут включить в себя отношения между человеком и Творцом? Я не знаю. Я знаю только лишь, что если Он нас создал, и все, чего Он хотел, Он нам дал, как в свете, так и в Клии, а мы из действий Твоих познаем Тебя, можем обратно к Нему обратиться. То есть, у нас есть уже все, чтобы выстроить его образ и какое-то отношение взамен создать. Здесь нет никакой проблемы. У нас есть и святая Килин. Мы лишь меняем намерение ради себя на ради отдачи, и все. Закончили всю работу. Данные все присутствуют, компоненты эти. Нам большего не нужно. То есть, если мы из наших разбитых отношений строим хорошие отношения между нами, именно между нами, то при помощи этого мы приходим к тому, что наслаждаем Его. Почему Его? Ведь мы друг другу отдаем, потому что Он хочет отдавать нам, нам всем в общем. И поэтому, если каждый из нас желает отдавать всем нам, то этим Он наслаждает Творца, поскольку Он в этом находится. Мы Его не постигаем вне себя. Я понимаю, что здесь есть какая-то проблема, как бы чего-то здесь не хватает, что-то исчезает. Нет, ничего здесь не исчезает. Ну, хорошо. Давайте будем продвигаться. Второй пункт. И если еще можно приложить усилия и каким-то образом понять сказанное, то уже готово для нас другое, еще более яркое высказывание о одном человеке, который пришел к мудрецу Гилелю с просьбой, «Научи меня всей Торе, пока стою я на одной ноге». И ответил ему, Гилель, «Все, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу». И таким образом, перед тобой ясный закон, согласно которому во всей Торе ни одна из 612 заповедей не является предпочтительной одной-единственной, возлюби ближнего, как самого себя. Ведь они предназначены лишь для ее пояснения, чтобы позволить нам подготовиться к исполнению заповедей возлюби ближнего. Так как он ясно говорит, «Все остальное — лишь пояснение, иди и учи». То есть, все остальные заповеди в Торе — лишь комментарии этой единой заповеди, без которой, однако, невозможно ее исполнение в полном объеме. Есть вопросы об этом. Я не чувствую, что можно что-то добавить, я не знаю. Микрофон передайте, пожалуйста. Когда говорится о заповедях между человеком и Творцом, а здесь говорят «не делай товарищу то, что ненавист на тебе». Так относительно законов природы, что это означает? Быть выше законов природы? Не делай товарищу то, что ненавист на тебе. Это только означает соблюдать законы природы? Делать сокращение? Творец — это закон природы. Закон. Общий закон, скажем так. Мы его так изобразим, что у нас вот есть самый-самый общий закон. И все. Это называется доброе творящее добро. В этом заключается закон. Внутри этого закона есть еще многие различные части, которые называются как «Нив». Кто сказал? Кто сказал? Ой-ой-ой. Неживой, растительный, животный и человеческий. Творец хочет всех насладить. Но насладить всех означает, что все вот эти, все они называются, они все называются желаниями. Желания. Поэтому все эти желания, он хотел бы, чтобы они достигли самого лучшего ощущения. потому что желание означает желание насладиться. Желание насладиться. Ну, чем же они могут насладиться? Просто таким образом, чтобы ощутить вот этого доброго, творящего добро по-настоящему. Если они будут находиться в состоянии не меньшем, чем он. Меньшим, чем он, это уже не доброе, творящие добро. Это ты уже что-то оставляешь в стороне. Поэтому целью творения является то, чтобы творение оставалось бы творением, когда ты его не отменяешь, и чтобы оно было таким же, как творят. Это и называется, что ты мне дал самое лучшее, когда я не являюсь каким-то меньшим, чем ты, ни в чем. Ни в форме, ни в характере, ни в действиях, ни в чем. А к этому необходимо прийти. Понятно? Еще вопросы? Не делай, товарищу, то, что ненавидимо тебе. Это является предварительным условием. Да, так я же сказал, что для того, чтобы привести творение к ощущению совершенства, мы прежде всего должны, чтобы творение оставалось обратным, противоположным творцу, и в то же время быть, как, как творец, так, как он, не отменяя собственной индивидуальности. Поэтому творение должно пройти через состояние обратное творцу, сохраняя это противоположное состояние. Это означает, что злое начало должно в нем остаться в виде противоположных желаний, и над этими желаниями он собирает правильное, хорошее отношение. Только таким образом, когда он придерживается двух крайностей, с одной стороны человек находится как творение, с другой стороны подобен творцу. И поэтому мы проходим весь этот процесс и мы проходим в нашей группе. Дальше. Третий пункт. А, нам показывают Турцию, Турцию на экране. Привет, ребята. Как там? Берлик, но хорошо. Берлик. Здорово. Много народа? Не просто так. Здорово. Очень хорошо. Успехов вам. Мы с вами. Гелар, продолжай. И прежде, чем мы углубимся в предмет, мы должны пристально всмотреться в суть этой заповеди. Ведь заповедано нам возлюбить ближнего своего, как самого себя. И выражение, как самого себя, говорит нам о том, что возлюбить своего ближнего надо в той же мере, в которой ты любишь себя. И ни в коем случае не меньше. Это значит, что ты должен всегда стоять над стражей и удовлетворять нужды каждого человека из народа Израиля не менее, чем ты всегда стоишь на страже выполнения своих собственных потребностей. Так что он говорит нам? Он говорит, слушайте, он говорит так, из всех вот этих желаний есть еще небольшая часть, маленькая часть из всех этих желаний. Вот здесь вот я с желтым это зарисовываю. Я нарисовал слишком много. Эта часть намного меньше. Может, лучше сделаем ну вот так, синим, да. Нечто подобное. Но такое намного меньше. И это называется Исраиль. И эта часть должна начать исправление. Пройти все неисправленность, пройти исправление прежде всего должна эта часть. Затем она должна передать эти исправления на всю часть говорящую, человеческую. И в той мере, в которой вся человеческая часть исправляется, она исправляет и животную, и растительную, и неодушевленную природу. Так это работает. Дальше. Но ведь это из разряда невозможного, так как немногие после рабочего дня могут в достаточном мере позаботиться и о собственных нуждах, так как, что возлагаешь на него обязанность работать и удовлетворять потребности всего народа. Однако невозможно даже предположить, что Тора преувеличивает. Ведь она сама предостерегает нас «не добавь и не убавь». Что говорит тебе о том, что законы установлены с абсолютной точностью. «не убавьи»? То есть мы должны в конце концов выполнить законы любви именно как сказано, как самого себя. Я не знаю, как это возможно, ведь я ненавижу других, и я хочу эксплуатировать всех. Здесь же говорят сделать что-то, что написано на бумаге. как всего этого достичь невозможно. В этом направлении даже думать не хочу. Готов сделать все, что угодно другое в своей жизни, кроме того, что думать о том, что я должен заботиться об ближнем, наполнять его, что-то для него делать, и еще и любить его, так как люблю самого себя. это что-то невозможное, невероятное. Да. Четвертый пункт. То есть от нас требуется что-то, что совершенно невозможно осуществить. Это настолько противно нам. Сделай все, что угодно, только не это. Да еще и непонятно, какую боль я должен почувствовать для того, чтобы согласиться сделать что-то хорошее ближнему. То есть есть уровни против каждой боли, каждой проблемы я чувствую, что я должен прочувствовать, чтобы передать ближнему. Но это ведь не по собственному желанию, это от безвыходности, когда я ощущаю страдания. Здесь же не говорится о страдании, здесь говорится о хорошем отношении. То есть от полного блага ощущает человека как ближнего, как самого себя. Я должен делать ему хорошие вещи, пока он не станет буквально мною. Есть об этом вопросы? Об этом даже спрашивать нечего. Да. У нас гость. конкретно говорится все-таки о действиях, которые нужно совершить в отношении ближнего. Говорится о той связи, к нам нужны. Да, мы изучаем действия, которые нужно сделать в группе для того, чтобы достичь цели. Потому что все это ради ближнего и ничто другое. Объясняет нам Баля Сулам, что самое лучшее для ближнего это когда я могу позаботиться о его необходимом насущном, чтобы у него были хлеб и вода. Все остальное только о его духовном продвижении. каких-то физических действиях. Нет. Если он не может просуществовать материально, тогда говорится о хлебе и воде. Ну, я преувеличиваю, конечно. Но так, все остальное только о духовном. Нужно относиться к ближнему так, как я отношу к себе. Я более-менее представляю, как я отношу к себе. И если просто взять это все и переложить на ближнего, то тогда какая-то каша получается. То есть, я могу взять все свои действия и я могу их описать. Как я отношусь к себе. Я могу действительно представить в пирот как я я отношу к себе. Которые действия я могу подкопировать в месту себе я поставлю пашу, например, начинал делать целый день я делаю то же самое но для пашу. Я сам как ниар копий метахат и делаю пашу. Я делаю то же самое что я делаю для пашу. Да. Но я не заботюсь не только чтобы я прожил. У меня есть масса других каких-то забот о себе. как с ними будет? Ну и что? Все равно же ты не сможешь это сделать. Я Тора не говорит преувеличенно говоря возлюбив ближнего как самого себя когда нужно что-то делать или не делать. Мы должны выполнять эти действия так чтобы принять их в состоянии чтобы мы могли это сделать не бросая и не разбиваясь. И поэтому если сейчас человек поймет их так что начнет что-то делать это мне это ему это ему это мне и это так о всех почему только одному ты упомянул одного своего товарища здесь еще есть 300 человек и относительно их сделаешь все то же самое. Ну-ка посмотрим на тебя почему ты все сокращаешь на одного человека. Я понимаю понимаю но проблема вот в чем это да это известные вопросы проблема вот в чем творец сделает исправление не для того чтобы мы в них погрязли он их сделал для того чтобы мы продвигались к целетворению к отдаче ему к исправлению мира то есть перед нами не одна только задача мы после статьи дарования тора есть еще следующие поручительства аравот и остальные поэтому мы не можем ограничиться только на одном действии это первое а второе если на самом деле мы могли бы этим привести к исправлению себя что можно было бы взять одного товарища и все поделить между мной и ним и товарищем то это было бы легко это сделали бы много людей множество людей проблема в исправлении внутреннем в исправлении отношения а действия люди могут кровь свою пожертвовать не просто половину имущества своего я понимаю подход но я не хочу сказать часть чего она как бы чему она принадлежит но это не каббала не каббала творец не испортил мир для того чтобы ты его исправлял он испортил мир чтобы ты научился и взять одного товарища и делать с ними разные манипуляции ты этим лишь увеличишь свое эго если говорить что я должен относиться к другому например так как к себе то я например себя тоже я понимаю что ты говоришь я не скажу что я так себя люблю я эксплуатирую свое тело я сегодня не дал ему поспать и притащил его сюда неважно это не имеет значения эта фраза как и все остальные высказывания в Торе можно взять и крутить как вздумается и выстроить на нем так что можно полностью оправдать и можно поубивать всех тоже из абсолютной любви это известно все пользуются этой фразой возлюби ближнего как самого себя послушай Ахмани Джада и Папу Римского и кого-то из наших и вообще кого угодно и в России все говорят это и в церкви и в мечети об этом говорят все все говорят о любви и насрала и кто кто только не хочешь ну как же все любят из любви все 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 только и делают и в Сирии все что происходит все только от любви мы так я вижу не закончим да забота о ближнем если этим занимаемся очень часто это может стать привычкой или каждый раз необходимо заново это зависит от того какая забота о ближнем смотря о чем идет речь если ты дашь хорошее вознаграждение то может быть я все это буду делать почему бы и нет я забочусь о ближнем я иду на работу я выполняю всякие действия даже добровольческие волонтерские почему и у животных есть подобные вещи если я чувствую выгоду и выгода не обязательно должна выражаться деньгами или пищей это может быть и почестями это может быть самоуважение даже если никто и не узнает может я скромно что-то сделал но внутри я горжусь и это еще больше даже если никто не знает и тому подобному есть очень много всего выяснение происходит с помощью света возвращающего к источнику и поэтому просто сделать все что мне вздумается я могу я могу растечься по тысяче путей разных мы видим что в мире происходит что произошло с Авраамом он дал он раздал подарки наложницам то что называется пожалуйста делайте любовь без световозвращающему источнику к источнику все что вам угодно и настоящее свойство хэсэ это милосердие только одна небольшая группа может вытерпеть которую он взял с собой а все остальное относитесь хорошо друг к другу ведитесь как хорошие детки до свидания и все мы должны понять что если мы идем мы идем не одни и не согласно собственному пониманию а на каждом шагу свет возвращающий к источнику должен выявить еще один шаг еще один шаг после того как он посвятил нас он может посвятить прямо обратно не имеет значения но не я его делаю согласно своему пониманию в группе можно превратить заботу о ближних при помощи группы чтобы можно было это сделать если это правильная группа то никогда никогда вы увидите по мере вашего подъема вы будете больше падать никогда не будет привычки какая может быть привычка тебя так будет трясти что ты забудешь завтра на сегодня на завтра все да есть непонятная точка вы объяснили насколько это тяжело приподниматься над природой есть ли примеры в природе для тех явлений когда природа как бы приподнялась над самим собой чтобы объяснить это людям или же все природились человек нужно слушать это действие человек не должен страдать человек не должен страдать нет мы не должны страдать при выходе из Египта и тому подобных мы не должны страдать мы должны проявить свет и свет делает в нас внутренние изменения страдать означает что я со своим маленьким эго преодолеваю большее эго и так далее это то что несет страдание но для нас в пути не должно быть страдания если я все время действую в группе и ценю духовное продвижение и я ожидаю и это в духовном пути нет страдания нет страдания иначе ты не слит иначе ты не идешь в сторону слияния вообще тогда о чем идет речь радость обязана быть внутренняя ценность какая-то подъем духа иначе это неправильное направление вы сказали что в объяснении их людям мы заменяем творца законами природы скажем находим примеры из различных ученых секундочку ты сейчас говоришь о людях которые учатся с нами или о 99% 99% 99% мы всего этого не объясняем мы говорим давайте объединимся потому что закон природы который раскрывается как глобальный интегральный вынуждает к этому нам будет просто лучше и наверняка все части природы соединены становится понятно что недостает человеческой части в этом давайте объединимся никакого света возвращающего к источнику мы им объясняем что необходимо приподняться над природой нет для чего как они могут приподняться над природой об этом не говорится нет откуда у них появится будет сила откуда у них есть устремление к этому мы с ними работаем как с маленькими детьми ведите себя хорошо и все будет нормально нельзя объяснить того что они не видят всему человечеству все что мы исследовали с помощью науки и тому подобное мы видим что мы объединены в интегральную единую систему и необходимо приходить к согласию к компромиссам и даже к любви к объединению если мы будем как одна семья жить в одном доме давайте так себя вести каким образом с помощью переговоров семинаров разных круглых столов подобных мероприятий и они изменятся из-за того что мы их задействуем через нас пройдет свет но они об этом не должны знать да покинь то есть статья она такая многослойная очень то есть если уйти от ортодоксального языка ее можно разделить как минимум на две части. То есть то трактование которое вы нам даете, то есть мы говорим о том, что возлюбие ближнего, как самого себя, то есть надо понять, какую часть самого себя мы имеем ввиду. То есть нитяло свое... Если у него тело должно относиться к телу товарища, а вот та часть меня, которую хочет в отца... Я должен носиться к той части товарища. Тогда я более-менее понимаю, что такое отдача и что я могу отдать этой части. А все эти телесные действия, которые я о себе заботюсь, оно отсеивается. А то, что вы предлагаете для 99%, наоборот, мы говорим, вроде бы, как телесные какие-то действия нужно совершать, для того, чтобы объединиться, чтобы телам стало веселее жить. То есть такое впечатление, что из этой статьи нужно две какие-то разные сделать. Это верно. Мнение Торы, отличное мнение обывателей, на самом деле это так. Это подход совершенно другой, противоположный. Для 99% и для 1%. Ну, что поделать. Все тексты такие. Здесь особо, в этих статьях, дарование Торы и поручительство, может быть, еще мир в мире, потому что он их написал, он их написал в общем, для народа. Мы можем отсюда вынести то, что нам подходит. По сути, они написаны так, что каждый может понять их так, как ему удобно. Ну, мы заканчиваем уже. Эли. Вчера у нас была подготовка к семинару. Вы сказали, что мы должны готовиться к этому, как к предстоянию горы Синай. Мы должны были представить группу как душу. Как приготовиться к вот этому семинару в воскресенье в Семровой Кли? Я думаю, что на семинарах сегодня вечером мы продолжим вчерашний семинар. Может быть, продолжим его в направлении этой статьи, дарование Торы и стояние пред Горосиной. Посмотрим. Мы постараемся прояснить больше, чем продолжить вчерашнее. Рабаш, он объяснил для нас исполнение закона о любви к ближнему. Нам более-менее понятно, как заботиться о товарищи, дать ему духовное. А для нас все до 10% непонятно, что такое в любви ближнего своего. Каждый может тянуть в своем направлении. Когда нас спрашивают, что делать, что значит объединиться и любить, нам необходимы никакие определения. Вот об этом нам придется поговорить, а пока мы заканчиваем. У нас есть несколько сообщений. Сегодня воскресенье, день единства мирового клина, сайте КАП-ТВ. В 5 вечера виртуальный урок с Равом Лайтманом, в 6.45 мировое собрание товарищей. Лекция по Кабале в Модине в ближайший вторник, 23 октября, в 7 вечера. Будет недельная встреча с Равом Лайтманом на улице Сатат, 17 в Модине. Встреча будет транслироваться в прямой трансляции на 66 канале. Все приглашаются в вход в свободе. На этом мы заканчиваем. Всем хорошего дня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok